Хотел плагинов? Получаем! Так я мог бы начать, если бы спонсором этого видео являлся бы или LenoFX, или MotionFX, или Boris Studios, что-то там, плагин с какой-то там Борис или какие-то там еще бывают студии, Red Gint, например, почему бы и нет. Так как спонсором этого видео является студия Дмитрия Апанова. Хотел сказать, плагинов ты не получишь. Ну да, я прикреплю какие-нибудь плагины, посмотрим, что сегодня можно сделать, про что я сегодня расскажу, и какие-то плагины, да, я прикреплю. А перед этим я хотел сказать вот что. Я пару недель не заходил на канал, и буквально позавчера зашел и обалдел, увидев, что число подписчиков приближается к двум тысячам. Ну, для кого-то это вообще капля в море, но для меня это большое достижение. Учитывая то, что канал являлся портфолийным, и он создавался у меня для того, чтобы я мог все свои видео собирать в одном месте. Ну, потому что это очень удобно, когда свои видео лежат в одном месте на Vimeo или на Ютубе. Я в данном случае выбрал Ютуб, и просто скидываешь заказчику ссылку, он смотрит твое портфолио и, ну, понимает, нужен ты ему или нет. Но позже я понял, что мне хочется делиться опытом и своими знаниями, конкретно про монтаж и про видео, а в данном случае про Final Cut. Потому что когда я начинал монтировать, уроков по Final Cut не было практически вообще. Было несколько человек на русском Ютубе, и было очень много человек на западном Ютубе, потому что там все монтировали уже тогда Final Cut. Почему-то до нас это доходило очень долго. У нас все, по-моему, до сих пор монтируют в премьере, и Final Cut очень монтирует мало. Но это дело каждого. Каждый выбирает сам, где хочет монтировать. И вот однажды я был в отпуске и решил записать такое видео. Несколько советов про монтаж Final Cut. Это видео сейчас перевалило уже за 3000 просмотров. Да, это капля в море, это вообще 3000 просмотров, это вообще ни о чем. Но для меня это огромное достижение, учитывая, что, еще раз говорю, что канал у меня был просто как ресурс для показа своих видео. Кто-то просит индивидуальные уроки за деньги по скайпу или как-то там еще. Я стараюсь, скажу, что я этим не занимаюсь, мне не хочется этим заниматься. Все мои видео не стоят ничего, они бесплатные, все советы бесплатные. И самая большая награда – это ваши комментарии, ваши лайки. Я понимаю, что заинтересованы, и я понимаю, что мои видео кому-то нужны и кому-то допригодились. Задавайте свои вопросы. С некоторыми даже созванивался, я абсолютно не знаю этих людей. И им нужна была помощь в монтаже. Я созвонился, помог, они разобрались, и от этого мне очень приятно. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо. Видео про плагины. Плагины – это сторонние программы, приложения, которые улучшают инструменты Final Cut. Во многих случаях даже добавляют эти инструменты, потому что Final Cut не имеет таких. Это является плагином. На самом деле сейчас Final Cut с каждым своим обновлением все больше и больше вносит новый функционал в программу. И плагины, которые раньше имели свою актуальность, уже не такие актуальны. Я назову всего несколько плагинов, которые можно было бы действительно установить и разобраться в них. Плагины обычно создаются людьми или целыми компаниями, которые стараются улучшить процессы работы. И потом после этого они продают их за неплохие деньги в интернетах. Pixel Film Studio, MotionFX Studio, Envado Elements, или это, по-моему, просто торговая площадка, Lenovo FX. В общем, много разных компаний, которые создают плагины конкретно для монтажных программ. А есть конкретно не только для монтажных программ, но и конкретно для Final Cut. Ну, то есть Pixel Film Studio – это, по-моему, конкретно только для Final Cut. А RedGen создает плагины и для Motion, и для After Effects, и для Adobe Premiere. Но плагины очень недешевые – 150-200 долларов за один плагин. Поэтому я еще раз говорю, нужно хорошо понимать, для чего тебе нужны эти плагины. Я выделю несколько плагинов, которые, на мой взгляд, наиболее нужны в работе, которые хоть как-то можно использовать, но, повторюсь, я ими не пользуюсь. Первый очень мощный инструмент – плагин, который стримительно теряет свою актуальность с добавлением новых инструментов Final Cut. Этот плагин называется Color Finale. Ну, во-первых, почему он теряет актуальность? Потому что те, кто мощно шарит в цветокоре и разбирается в грейдинге, в правках цвета, они давно уже сидят в себе от DaVinci Resolve и монтируют, и монтируют тем более там, и уже и красят там, вернее, и красят там, и еще и монтируют там. Ну, или переносят проект с Final Cut до DaVinci и красят там. Те, кто не очень шарит в грейдинге, и те, кто не разбирается в цветокоре, делают это стандартными инструментами Final Cut. Например, для меня достаточно просто открыть Color Inspector, и в нем для меня все, что мне нужно, мне есть. Это все ползунки там по экспозиции, кривые всякие, насыщенность, цветовая температура, цветовые круги появились сейчас, сейчас еще даже трекинг по маскам вроде как есть, я еще не разбирался. И все, что мне нужно для работы с цветом, в принципе, есть. Ну, и вообще, если ты сильно не углубляешься в работу с цветом, то стандартными инструментами в Final Cut цвет править можно. Не так, правда, удобно, как это реализовано в Premiere, но вот и для этого, собственно, и есть такие сторонние плагины, как Color Final. При помощи него можно создавать свои луты, можно создавать, добавлять туда луты какие-то уже имеющиеся, которые у тебя есть. И, ну, и вообще, это мощный инструмент для фотокоррекции. И ее стоит он, если не ошибаюсь, от 100 долларов. И 150 долларов он какая-то Pro-версия, и 100 долларов обычная версия. На втором месте плагин тоже под фотокоррекцией. Это плагин от Redgen, как раз-таки, называется Colorista. Версия, если не ошибаюсь, уже есть четвертая. Тоже очень мощный инструмент. Очень много разного функционала в нем. Много разных масок можно применять, цветовых кругов. Там тоже кривых всяких разных насыщенностей по цветам. Тоже очень удобный инструмент, если ты вникаешь в цветокоррекцию, если тебе нравится коррекция цвета. Я бы тебе, конечно, рекомендовал установить один из этих плагинов, либо Color Final, либо вот от красного гиганта Colorista. Третий плагин, про который я бы хотел рассказать, я им тоже иногда пользовался, и он у меня, кстати, установлен. Плагин называется Twixster. Twixster нужен для того, чтобы замедлять твое видео. Если вдруг ты на съемочной площадке и во время съемки забыл снять в большом количестве FPS для того, чтобы замедлить видео, как мы знаем, чтобы замедлить качественное видео, нужно снять в большем количестве FPS, чем мы будем выводить. Например, в 100 и замедлять до 50, или в 50 и замедлять до 25. Twixster нужен для того, чтобы, если ты, например, забыл снять в повышенном FPS и снял в 25, но тебе очень хочется замедлить тот или иной кусок видео, но ты физически не можешь это сделать, потому что тебе просто не хватит кадров, потому что 25 пополам, это будет 12 с половиной. У тебя будет видео такое дерганное. Twixster как раз-таки дополняет необходимые кадры и замедляет твое видео. У них в превьюхе даже показано такое видео, как будто бы снято на камеру с 1000 FPS, а то и больше. Но сразу же предпруждаю, что Twixster очень здорово тормозит систему. Может быть, у меня так, хотя комп у меня не самый последний, но у меня подгружало оперативку и видеокон. И вообще все процессы затормаживало очень здорово. То есть я накидывал Twixster на какой-то кадр, да, и у меня просто, ну, все, проект просто вставал вообще. Короче, ну, такой на любителя. Если тебе необходимо, то, да, пользуйся им. Четвертое, про что я хотел рассказать, это пакеты плагинов, которые называются, они так и называются, какой-нибудь Megapack Transition. Это самый, на мой взгляд, бесполезный плагин, который только может быть. Это пакеты вот этих вот переходов. Например, MotionFX, это один из ведущих онлайн-ресурсов по созданию плагинов. У них есть десятки различных там пакетов с переходами. Есть маленькие пакеты, большие пакеты, какие-то Megapack, в которых есть просто все. Переходы кличами, переходы с движением камеры. Очень модный и актуальный переход. Brush, когда кисточкой смакивают. Но вот что я хотел бы тебе сказать конкретно по этим пакетам, что если ты не хочешь, чтобы твое видео выглядело дешево и колхозно, то не используй такие переходы в своих видео. Я тебе рекомендую использовать переходы в видео, снятые либо заранее, либо продуманный переход, но опять же снят физически, с камерой. Это может быть переход в сторону, склейка по движению, джамп-каты, L-каты. И как по мне, так лучше 40 долларов вложить не вот в этот плагин с переходом, а вложить 40 долларов в какой-то обучающий курс по монтажу, который ты будешь использовать. Вообще я за классический монтаж, за такой классический академический монтаж. Ну, монтаж как в кино. Мы же в кино никогда не встретим такой вот смазанный переход камеры или вот эти маски, такие вспыхивающие, знаешь, как посреди кадра. Ну, такого в кино не используется. И в клиповом монтаже тоже такого нет. Там есть переходы, которые сделаны физически камерой. То есть склейки незаметные, и они смотрятся очень приятно глазу, гуманно. В общем, я прикреплю ссылку в описании с одним мегапаком. Пользуйся им на здоровье. Также я недавно подсмотрел у одного коллеги из-за океана, и он рекламировал вот этот токопак. Опять-таки вот этот мегапак, в котором больше тысячи элементов. Только вдумайся, тысяча там, двести с лишним элементов. Стоит такой пак 49 долларов, довольно недешево. На русские деньги это что-то в районе трех тысяч рублей, да. Хотя, ну как недешево? На самом деле не так уж и дорого, если ты часто это используешь. Мне очень понравился в этом паке, что есть анимированные иконки социальных медиа. Это вот иконки в Инстаграм всякие, сердечки тут всякие, какие-то, ну вот, облачки с мэтченджерами, там, какие-то... Ну вот это вот реально может оказаться полезным, если ты часто пилишь сторисы. Потому что у меня, бывает, часто заказывают к видео еще дополнительный сторис. И вот сторисы прикольно заранее не в Инстаграме, а в монтажке анимировать вот такими всплывающими иконками. Ну это может оказаться полезно. Но как по мне, это не стоит 40 долларов, конечно, это е-мое. Вот эти вот шрифты, да, вряд ли ты их будешь юзать. У меня такие тоже есть, правда, не от Toco Graphics. От Lenovo FX есть у меня всякий вот Kinetic Text, да. Я их скачал, и вот, честно слово, я ни разу ими не воспользовался. Я думал, что я там буду делать какую-то инфографику, там, ага, сейчас. Вот они сейчас так и лежат, представляю, если бы я их купил. Но вот единственное, у меня есть от Lenovo FX Instagram Stories. Ну, реально крутой набор, да, я часто использовал их. Ну вот, все, что вот такое вот модное и актуальное, можно заюзать. Вот Instagram иконки всякие, вот деление экрана, вот, да, прикольное здесь вот есть. Это вот в Lenovo FX есть. Я не помню, сколько он стоил, тоже в районе, там, 30-20 долларов. Я выделю несколько, наверное, советов. Первый совет – это обязательно продумай перед покупкой, нужен тебе или нет. Не покупай плагины пакетами. Лучше выбери какой-то один плагин, который тебе понравится. Найди его в интернете дешевле и приобрети, чем покупать огромный пак из тысячи переходов, которые ты вряд ли когда-нибудь заюзаешь. Включай стоимость плагина в стоимость проекта для того, чтобы у тебя плагин сам окупился. Ну и, конечно же, учись делать переходы и все эти фишки без плагинов. Я думаю, что мои следующие видео по канал-каду как раз-таки будут на эту тему. Прикрепляю в описании демо-версию бесплатную вот этого Toco Graphics и большой пакет с переходами от Alex FX Transition. Пользуйся на здоровье. Надеюсь, это видео было тебе полезным, и я надеюсь, что теперь ты будешь делать переходы физически камерой, а не использовать при этом плагины или какие-то дешевые колхозные переходы. И на этом все. Хорошего тебе монтажа. Все синее. Нормалек или хрень? Короче, на этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok